Еще раз всем привет, с вами студия VPLAY и второе было три сегодняшнего игрового дня. Страйк и Тафа для вас будут комментировать эту встречу. На самом деле нас ожидает непростой матч, пусть он не так суперважен и интересен для СНГ зрителей, хотя я бы посоветовал всем посмотреть на бразильцев, очень интересная такая команда. И я думаю, что эти ребята в этом году, под конец года наберут оборот, если не будет им каких-то проблем с трансферами, если не заберут игроков, у них все хорошо. Кстати, ты озвучил очень даже интересную статистику. У Тафа есть личный инсайдер, который сбросил ему статистику по 600 игрокам. Есть парень, да, он в Твиттере написал мне, Петрику, всем в открытом доступе, качайте. Вот вчера, вспомните, что происходило у Фьюри, был некий Юрий Сантос с ником Юрих, который сыграл далеко не лучшим образом, но в своей команде он безусловный лидер. И в этом рейтинге он идет сразу же после Зиву. И только после него идет Саш Симпл, потом Девайс. И Ксантарес потом. Короче, кому интересно, у Тафы в Твиттере, посмотрите обязательно, интересная статистика. Ну тут даже не у Тафы, а на Тафы подписались. Вот забыл никнейм, парни, прорекламируй потом. Ты можешь его отправить и сделать немного популярен. Вот начали наши аналитики, кстати, разбирать капитанов. Осилен капитан Удачан, тоже опытнейший игрок. Андрей, кстати, зовут, там есть Юрий и Андрей, два таких интересных бразильца. И тренер Коля, знаешь, там такая компашка собралась. Какие-то вот наши бразильцы. Так вот, битва снайперов, да, это тоже ребята затронули. Андрей в Бразилии, это, скорее всего, Андре. Да, именно Андрей. Андрей? Я думаю, что вчера все было действительно сложно и плохо, но если это капитан, если это стиль Олдовый Фоллэн, то это будет действительно интересно. И просто вчера не зашло. Но также стоит отметить, что у героек 12 декабря вернулся пейсмейкер. Он бразилец. И он много знает о команде Фурии. Очень много инсайдов у него есть у этих ребят. Ну вот Винни, его так и зовут Винни, он единственный, кто тут с самого начала в команде остался. Венициус, по-моему, вот так правильное имя. Ну и, в принципе, по никам Ксерата, я думаю, Серата это фамилия у парня. Кейки его зовут. Тут, в принципе, тоже все понятно. Ну, вчера, кстати, этот парни же доказал, что на деле является очень крутым стрелком. Настрелял 38 фрагов против Team Spirit. Но, к сожалению, этого было недостаточно, чтобы двигаться по сетке Винниров и потенциально сразиться с Винстрайк. Ну, еще есть Эйбл, да, там вот Джуниор у него в имени. Он младший, тут есть, видимо, старший брат. И Джей, это вот просто приставка, видимо, Джуниор Блейм не так давно, 17-го, по-моему, января пришел в команду Героик. И, несмотря на то, что больше месяца работает бразильский тренер вместе с датчанами, но у него есть свежий игрок. И, в общем-то, вы понимаете, Героик пока еще находится не в оптимальной форме. Но давайте переключаться все-таки в пистолетный раунд. И понеслась им удача. Что-то интересное придумала Фурия. В-четвером двигаются, нет, втроем двигаются по зигзагу с бомбой. Один стоит под базой Б, точнее, под ее коврами. Второй байтит на себя внимание. Это раскидка пункта. И выход по коннектору. Винни делает первый минус. Асилиан упал. Это 4 в 5. И хорошие шансы для Фурии зацепиться за победу в пистолетном раунде. Ну что ж, бомба установлена. Действительно, пока все идет под контролем. Бразильской командой все просто шикарно. Ну и осталось просто удержать выпад с Делпана, выпад с КТ. Называйте уже по своей информации, что и делает, в общем-то, команда Фурия. Арт отличный минус. Забирает из тага. Это 3 в 4. Бомба по-прежнему стоит. Падает Мерц. Продолжает орудовать Арт с КТ-250. Ну, по сути, песенка спета. Юрих забрал Адама Фрайберка. Боим последний. Будут резать. Нет, Юрих этого сделать не дает. Жадные на фраге. А ведь мог дать тиммейту заработать огромное количество денег. Полностью с собой согласен. Кстати, вот еще дополнительная информация по поводу мирового рейтинга. Он не так давно обновился. День или два назад. Если говорить о версии HLTV Work, то команда Фурия, по-моему, 25-я строчка. Уже в топ-30 заходит команда. И герои, по-моему, за тридцаткой. Ну, это после второго места на американской квалификации к минор-турниру. Точнее, к мажор-турниру. Как будет дальше? Получились сразу же после этого приглашения на наш турнир. Действительно, на деле доказали, что являются коллективом с амбициями. Но чуть-чуть не хватило в матч против Spirit. Итак, в этом раунде уже есть хорошие новости для Фурии. Мерцы забрали. Минус делает все тот же Арт. Один из героев пистолетного раунда. Я вот смотрю на миникарту здесь, на этом форсе, где бы зацепиться вообще. Надежда из тега, но его уже нет. Его забирают на точке. Идет сплит B. Правда, бомбу забыли ребята, но я думаю, это не проблема. Если что, он номер 7, он вернется через респаун, заберет бомбу, пронесет ее на B. Кстати, подобная ситуация вчера бывала у Фурии на оверпассе. Там тоже вышли на базу B, но в какой-то момент осознали, что бомба валяется на терровском спауне и пришлось возвращаться. Здесь немного проще. Здесь без проблем расправляются с геройками в этом раунде. Потеряли только Эйбл. Ну а дальше еще один экономический от героика. Это шанс укрепить свое преимущество на первой половине для команды Фурия. Друзья, чекайте промокод. Кстати, Юра, вот я хотел у тебя поинтересоваться. Пик миража это тренировочный процесс героика или нет? Они бы его так сами выбрали, по-моему, ребята из Фурии. Но у Фурии все отлично с миражом. Там винрейт, по-моему, больше 80%. Вот я и думал, что они его сами пикнули, по-моему. Опять-таки же, глядя на то, как вот этот винрейт у команды героек по картам, они выбирали свою лучшую карту и забили на все предстоящие результаты. Итак, в этом раунде интересную заготовочку пытались разыграть героики. Агрессия на центре карты, которая была остановлена подчистую. Так, последний его также, скажем, изысканно его забирает в спину. Ну вот сделали бы минуту 20, да, возможно бы просто не дохалдились, не дождались, пока атака подойдет поближе. И бразильцы, как и знали, вот просто по таймеру приняли своих оппонентов. Все четко. Итак, первый оружейный раунд. В защите команда героек должна демонстрировать нам свои амбиции, ведь карту мираж выбирали не просто так, да и выиграв сайдпик, выбрали сильную сторону по своему, в первую очередь, субъективному мнению. Ну вот, 0-3, и это то самое начало, которое герои заслужили своей игрой. Ну что же, хаешки на старт, не слишком пока что зацепили Фурию. Обращаем внимание, она сразу же, два уга в защите, и первый просто молниеносно делает минус капитан команды Асилион. Размены от Мерца пошли неплохо. Там синхронный выход на базу А, и вроде бы у Фурии что-то получается, даже несмотря на то, что потеряли двоих игроков, а при этом сделали всего-то навсего один минус. Мерц неплохо пока что с КТС Пауна принял своих соперников. Я вот не видел по мини-карте, ты не поймешь, что был второй этаж, либо первый его стартовая позиция. Но тем временем, посмотрите, что происходит. Минус в джангле, забирают Асилиона. Это игрок на апдауне, и здесь защита сейчас реально попадает в историю. Если отхалдится немножечко Фурия, то будет просто все великолепно. Но, парни... Ну, кстати, времени более чем достаточно, минута до конца этого раунда. Не торопятся бразильцы и правильно делают. Адам Фрайберг в шаге от провала, но все же Ксерата забирает. Загулял Ксерата. Вот по мини-карте мы уже видели, что игрок с бомбой уже ушел в яму. Ксерата решил еще там на долю секунды остаться на пленте. И был наказан. Снебл отлично отбивает Б-плент. Минус кухня, бомба. Вот давайте ступеньки смотреть, там сейчас будет жесть. Да, заметил, прочекал арт товарища Блэйма. Ну и Мерц последний против двоих. Снайперская винтовка. Это огромная проблема при выбивании базы Б. Но, в принципе, если кто-то сейчас наступит на прицел Мерц, это будет неприятно. Ситуация один на один. Ну, знаешь, есть ощущение, что понимают бразильцы, где находятся последние датчанины. Ну, флешка в зигзаг, наверное, об этом свидетельствует. Ну, что хочет взять раунд, либо хотя бы кого-то минуснуть. По-моему, есть смысл все-таки засейвить. Это будет четвертый раунд подряд, учитывая то, что это начало матча. И заметь, как играют бразильцы. Каждый сам за себя. Прячется, отыгрывает на максималочках. Но вот шаги от провала были, ребята, из фурии. Жесть. На самом-то деле я уже подумал, что Мерц берет этот раунд. Но то ли бразилиц раньше на долю секунды нажал на кнопку, то ли это был промах. Ну, жестко, жестко. Четко раскрутился Мерц после первого минуса. Моментально. Вот знаешь, было похоже на интуицию игрока команды-героя, которая не подвела его в этом моменте. Он четко понимал, где находится второй. И буквально доли секунды не хватило, скорее всего, до выстрела. Либо точности в этом моменте. Он все равно очень сильно рисковал в этом эпизоде. И там было бы хотя бы по одному пистолету и по одному хп. Все равно я бы поставил на фурию в этом эпизоде. И, скорее всего, был бы прав. Отличный хэдшот от Мерца. Месть за авик, потерянный в прошлом раунде. И отличное начало для форса. Вот такие раунды можно точить. Первый тайминг, первый entry kill. Можно перестроиться. Идет, потому что ямы. Ну, вот здесь и стак погорячился. Хотя был в шаге от этого минуса. 7% здоровья остается у Вини. Чудом выживает бразильский игрок. А вот, кстати, Юрик Познак ломился с деглом товарища Мерца. И в отличие от вчерашнего игрового дня, где у Мерца мало что получалось, на втором выдастся здесь. Ну, он выглядит хорошо. Правда, команде это пока что не помогает. Чувствую, сегодня и арт будет попадать. В общем, действительно, можем получить очень интересное БО-3 противостояние. Но пока, пока это односторонняя игра. Атака бразильцев работает. Но давайте дождемся, наверное, еще парочки оружейных раундов. И тогда уже поймем, читают ли бразильцы герои. Вообще, какая защита у команды героек. Пока непонятно. Ну, кстати, интересное укрепление на базе Б. Два игрока на пленте, один в зигзаге. И это то, что может позволить им зацепиться за этот форсированный раунд. Фрайберг есть минус. Но дальше вроде бы все хорошо. Неплохой размен. Вау, два ситуация. Посмотри на ХП. 7,41% здоровья Винни Эйбл. И уже есть девайсы. Есть калашу Блэймом. Как раз новичка команды. Вчера он дебютировал вообще на чемпионатах, если я не ошибаюсь, в составе команды героя. Первый официальный матч. Ну и смотрим. Ситуацию 2-2 только можно и потащить. Тем более есть калаш. Там первые арморы. Правда, с гранатами, с диффузами беда. Но это не проблема. По-моему, здесь нужно идти и пытаться брать. Блэйм. Есть минус. Забирает красную Винни Эйбл. 41% здоровья. Это зэшка. Блэйм ситуацию исправляет в ту же секунду. 4-1. Нежданно-негаданно героя кцепляются за свою форсированную закупочку. И берут первый раунд на карте Мираж. Неприятный раунд для бразильцев. Однозначно. В принципе, казалось, даже после этого энтрики Ла. Ребята вроде бы неплохо вышли на Б. Но позиции чтения игры было действительно хорошее. Еще раз повторяем. Ну, по ходу всего чемпионата будем говорить. То, что тренер может говорить в тимспике. И у кого там проблемы с капитаном, там действительно тренер может очень сильно помочь. Вот, знаешь, наши аналитики обсуждали персонажа, а именно Писмейкера. Ну, очень неоднозначный. Очень неоднозначный. Получил огромное количество хайпа. Сменил огромное количество коллективов. Но, по сути, особого результата так и не добился. Тем не менее, его продолжают звать в какие-то интересные команды. Опять-таки же, начало от Мерца. Первый минус. Под базой Б забирает Арта. Снайперская винтовка Мерца работает на карте Миража. Это хорошие новости для героя. Ну, такая какая-то попытка пикнуть, быстро сыграть на точке. Но слишком просто для Мерца. И он, посмотрите, уже меняет позицию. Уже передвигается в джангл. Сейчас будет где-то, возможно, в окне работать. Возможно, займет себе какую-то хорошую позицию на точке А. А как тебе, Винни? Он просто вышел с коврова на морозе. Вот это да. Но выходит на прицел к Эстагу. И это 3 в 5. Это серьезные проблемы для Фьюри в этом раунде. Я думаю, дядя Леша бы сейчас рассказал, что это такое. Один пошел на Б, умер. Второй вышел с ковров в соло на точке. Умер там посреди плента. И хорошая идея. Но мы все-то знаем, что такие раунды бывают. Да, там не сработало. Какая-то, видимо, задумка была. Быстрый фраг под точкой Б от капитана. Заметь, действовали от инициативы. Раскидка базы Б. При этом Арт пытался найти свой первый минус. Но проиграл перестрелку товарищу Мерцу. А Винни вот ему где-то не повезло. Вот то, что произошло с Винни, это действительно не везение. Он идеально прокрался по коврам. Но вот своевременно Эстаг вышел и сделал свой минус. Итак, выход на базу А. 29 уже даже меньше секунды конца этого раунда. 3 в 5 ситуация по-прежнему. Ну что, герои постараются зацепиться за серию. И у них есть абсолютно все шансы. Засилин забирает Эйбла в коннекторе. Был бы неплохо сохранить оружие. Минус один из авиков. Забрали Эстага. Но прострелом Ксерата забирает Эстага. Ну и уходит бразильца на сейф, понимая, что раунд уже не спасти. Кстати, вот эти два сохраненных девайса позволят Фьюри закупиться в следующем раунде. Ну что, бразильцы, надо сыграть раскидку на Аплэнд. Дефолтный, простейший раунд. Сейчас, по-моему, это может сработать. У соперника два авика. И, в принципе, через смоки, через агрессивные действия, мне кажется, можно разыграть очень даже неплохо Аплэнд. Просто, когда ты играешь против двух АВП в медленном стиле, там ползаешь по карте, это обычно заканчивается очень-очень плохо. Но давайте посмотрим, какие есть планы. Там как раз в предыдущем раунде мы видели какую-то попытку розыгрыша под точкой Б. Но она вообще была очень ужасной. Ну да, вот она, стандартная раскидка сейчас будет на Аплэнд. Понимаю, что, скорее всего, там будут держать издалека. И никого даже, возможно, под коврами и нет. Так, увидели гранаты. Блейм сразу же стягивается на помощь опорникам Аплэнта. Но здесь стена дымовы. Как же будут действовать ребята из Фьюри? Ну тут слишком так вот раскидали жестко. Тут даже защита уже успела стянуться на точку втроем. Но знаешь, раунд хороший. Пока что в исполнении Фьюри. Правда, как его контрят героики, это заслуживает отдельной похвалы. 2 в 4. Винни Арт против четверки героик. Опять-таки же здесь зацепиться будет крайне сложно. Ошибочка от Мерца. С гранатой в руках пришел на эту перестрелку. И без шансов отдался товарищу Винни. Да, конечно, хорошо там напряглись по раскидке парня. Но давайте рассмотрим. Нет, ничего не происходит. Третьего не ожидал. Третьего не ожидал. И стаг врасплох застает Винни на перезарядке. Но теперь все в руках Арта. Снайперская винтовка. Позиция у Арта очень сложная. Давайте смотреть. Может, с его глаз посмотрим, как он будет разбанцовывать этот эпизод. Молик горит. Прострел. 37. Сгорает. Сгорает в коктейле Бомова Твадоима. Ну, знаешь, не самая лучшая позиция. No chance просто вообще. С другой стороны, это было 2 в 4. И в какой-то момент парни вернули интригу в этот раунд. Но все же до конца, до победного конца дотянуть не сумели. Но поставили бомбу. Выбили, по-моему, 3 девайса. Да, по-прежнему 2 АВП в руках команды Хероик. Но, тем не менее, это всего лишь один экономический 2К раунд в исполнении бразильцев. Ну и сейчас посмотрим. Все-таки, может быть, с пистолетами у них как раз что-то и получится. Ну что, попытка быстро, динамично вскрыть оборону базы Б. Это всегда интересно. Эстак на приеме с АВиком. Суппорт это силен с АУГом. В кухне пока никого нет. Здесь только 2 игрока на точке. Ну, кстати, это хороший байт. Заставили потратиться практически всеми гранатами ребят из героек. И вот теперь вторая волна раскидки. Есть и правда. Сирата, выход на базу Б. Вот это да. Сирата просто красавчик всю инфу собрал. Еще и забрал одного и второго. Как жестко они заходят на Б-плент. Можно сейвиться. Парни, здесь рыбы нет. Попадает. Попадает Мерц. Вообще, рандомным выстрелом в ногу игроку команды Фьюри. Ну, что дальше? Дальше мы видим, как дача не убегают на сейв. И вот все-таки... Ну, почему, в принципе, пару СЗ-шек тут терять нечего? Вперед, парни! Кстати, если нам покажут повтор того, как это происходило с глаз опорников базы Б, они увидели сначала Сирата, который подкрался максимально близко к выходу. Получил сразу же гранаты в ответ, которые, кстати, залетели ему за спину. Ну, и под раскидку тиммейтов моментально десантировался на базу Б, сделал два минуса, застал врасплох опорников Б-планта. И, ну, там, по-моему, четко молик перекрыли смоком также, ребята. Вообще все классно получилось. Знаешь, Фури действительно радует. Видно, что команда готова. У нее есть интересные заготовки в атаке. Я думаю, в защите они нас также будут удивлять. Да, вот у героек пока что не так много вариантов. Ребята, грубо говоря, действуют каким-то дефолтом в защите. Редко мы видим какую-то суперагрессивную игру в исполнении команды. Ну, и, конечно же, коэффициенты, друзья, на ваших экранах. Да, ЕСБ дает после, ну, где-то практически экватора первой половины. 1.48 на победу команды Фьюри и 2.53 на героях. Ну, и, конечно же, не забывайте, что ЕСБ – это одни из первых те, кто дают страховать свои ставки. И это действительно максимально безопасно. Я бы этот мазер страховал бы. Вроде бы пока все понятно. Фаворит этой встречи бразильцы тащатся у них. Идет неплохо, хотя это выбор соперников. Это выбор героек. Они выбрали сторону контртеррористов и проигрывают со счетом 5-3. Да, по-прежнему шансы хороши для датского коллектива. Но все же Фури выглядит, по крайней мере, на данном этапе сильнее. Но по-прежнему датчанин со шведом могут нажать, надавить на экономику бразильцев. Она по-прежнему на волоске. Вот только сейчас парни выиграли форс, закупились. Ну, давайте посмотрим, смогут ли развить успех. Ксератон на отстрел про спу пошел. Снайперская винтовка, которая обычно использует Тар, досталась в этом раунде ксерата. И с большой вероятностью это попытка реализовать хороший спаун. Ну, скорее всего, сейчас поменяются девайсами. Но посмотрим, может быть, мистер Ксерата продемонстрирует нам сегодня свой авик. Ну, а тем временем, посмотрите, здесь Арт уже в коннекторе. Правда, это просто занятая позиция. Закрываются смачком. И дальше очень интересно, как же перестроится команда из Бразилии. Бомбу по дефолту только что сбросили. Пошел контролировать респаун номер 7. Так, Арта просочился. Он уже на головах. И сейчас врасплох может, по-моему, заметил. Блейм должен был видеть. Да, он ждет. Он четко понимает, что там может находиться игрок команды Фьюри. Ошибка от Винни. Не самый лучший выход под позицию из тега. А вот Арт неужели просочился. Ну, вот как раз-таки этот парень может нашуметь в этом раунде. Ошибочка от Осилена. Не ожидал в этой позиции увидеть Арта. Юрик забирает из тега. А вот тебе переворот. Точнее, даже подъем переворота в этом раунде. Ну, тут из таг ничего нового не придумал. Остался мы той же позиции. И, конечно же, легко его забрали ребята. Тут, возможно, стоило вернуться на плент. Ну, давайте смотреть, зайдут или нет. Смачка не хватает. Вот здесь вот Мерцу под нос. Почему? Почему, парни? А там нету. Но, кстати, его нет. Одна флешка на всю команду. Итак, попытка установить бомбу. Мерц. Хороший минус. Простреливает еще Эйбла. Там уже в спину обходят Арт. Арт, где же ты? Юрий, отличный минус с прострелом. Ну, Юрик как раз-таки разбирается в одиночку. Ну, вот, собственно, и говорит. До Арта дело не доходит. Квадрокилл от Юриха. Это было действительно круто. Пробрался в спину и сделал всю черную работу для своей команды. Я все жду тот момент, когда все-таки Юрий нам покажет самую пешеную статистику. Он действительно один из лучших игроков, если брать там все время на халт и ворк по стрельбе. И это не какие-то там 100-200 фрагов. Там уже под 7000 настрелял под 6. Поэтому ждем. Ну, опять-таки, все очень смазано регионом, который представляет команда Fury. Скорее всего, играет с посредственными командами, которые позволяют на себя набивать. Но все же о том, что это талантливый игрок, эта статистика точно говорит. Согласен полностью с тобой. У нас пока что, друзья, полный экономический отдачан. Но это очень хорошая новость для бразильцев. Изи должны будет заходить в седьмой раунд. Ну, и дальше. Дальше, конечно же, команда еще лучше должна укрепить свою экономику. Ну, и, в принципе, концовка вообще неплохая у Fury. Я думаю, у них еще парочка вариантов. Возможно, есть. Проигрывали уже парни пистолетом. И в этом раунде действуют очень аккуратно. Понимая, что вот подобного плана раунды, ну, давались нам с трудом. Желательно, чтобы кто-нибудь был на размене все равно рядышком. А вот так вот по одному тебя не уничтожали. Вот уже контакт в коннекторе. Есть размен. Там все-таки Фрайберг, по-моему, немножечко помог Мерцу. Так, ну, дальше без проблем. После первого минуса справляются ребята из Fury. Потеряли, правда, еще Эйбла. Красный стэк. 1% здоровья. Тут молодец, Юрий, то, что не отдает девайс, туда еще Молик. И тут бы, конечно, желательно последнего найти. Один хп у Истага. Но он попытается забрать девайс. Там, по-моему, две пушки как раз вот в районе коннектора. Но это будет сделать невероятно сложно. Юрих не долетает. Но он контролит. Дальше все спокойно. Это седьмой раунд для Fury в атаке на мираже. Это действительно хороший показатель. Но расслабляться парням не стоит. Надо продолжать точно так же уверенно действовать и набирать раунд за раундом. Друзья, вы смотрите виплей Lock and Load. Тафа и страйк у микрофонов. Последний БУ-3 на сегодня. Играют те команды, которые вчера проиграли свои стартовые Best of One матчи. И это игра за выживанием. Проигравший покидает чемпионат. Победитель играет завтра. Завтра как раз у нас два Best of One. Как раз игры в Динерак. Но об этом попозже. Blame дает entry kill. Отличная агрессия шарта. Но моментальный размен от Эйбла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 20% здоровья. Вот это дабл. Это интересно. Заметь, вот бразильцы умеют выходить из неловких ситуаций. Потеряли игрока. Второго оставили красным. И в ответ сразу же два минуса. Вот это характер. Ой-ой-ой. Какой тут явно будет размен. Привет, Адам Фрайберг. Фрайберг понимал, что здесь находится игрок. Он видел одного из. Но второго точно не ожидал. И бразильцы, по-моему, Адама ждали. Но даже один минус все равно не сделал в этом эпизоде. К сожалению, Фрайберг. Ситуация 4-2. Просто шикарная точка под контролем. Бомба залетает уже на Б. И тут уже больше ищут своих соперников бразильцы. Это какая-то изи-катка. Это какая-то изи-катка. И стек последний со снайперской винтовкой. Заметил Винни в коннекторе. Ну и все. Охота началась. Забрало. Вот дадут ли засейвить бразильцы. Вот этот вопрос. Глядя на количество денег команды Фьюрия. Ну, знаешь, все очень неоднозначно. Можно сейчас полезть потерять девайсы. Проиграть следующий раунд. А там уже будут экономические проблемы. Да, стоит, конечно, подумать. Хотя, если аккуратненько. Да, вот ты абсолютно прав. Если это делать аккуратно и грамотно, вот просто постепенно закрывать всевозможные позиции. И в конце концов выбить эту снайперскую винтовку. Смотреть зажимают. Это, кстати, после таймера могут убить. Это будет очень неприятненько. Хотя, в принципе. Так, вдвоем. Вдвоем идут. Все четко. Со всех сторон. Дабл. Вот это минус от эстега. Ну и последний будет сейвить Юрих. Не рискует аугом. Понимает, что этот девайс действительно у него заходит. Короче, ты был прав. Все-таки не стоило туда вот лезть. Ну, здесь, опять-таки же, все было в микромоменте. Идеальная линия для эстега. И в итоге сохраненная снайперская винтовка. Плюс два минуса в рядах команды Фьюри. Ну, все равно там деньги. Там 8-900 у Юрия остается. В общем-то, есть. А это единственный, кто выживает. Да, там есть 1000, 1400, 3-3600. Плюс деньги, которые получат за этот раунд выигранные либо проигранные. Ну, в общем-то, все равно деньги еще есть. Так вот, что я пришел. Начал говорить о расписании вообще. То, что, судя по всему, это выбор героика. И, скорее всего, здесь могут быть две карты. Вот если так будет продолжаться игра, бразильцы просто уничтожат. У них сегодня... Ну, я думаю, они уже карт 5, наверное, сегодня откатали. У них там буткемпы идут лютые. В Германии, если не ошибаюсь, сейчас находится команда. Ну, видно, что команда в форме. И этот парень не который просто играет, а который играет с идеей. И с огромным желанием. Ну, и... А это всегда приветствуется. Опять же, уже разогрелись неплохо. И вновь entry kills в дулпана. Ну, сколько можно. Но, тем не менее, даже в таких ситуациях иногда бразильцы переворачивают раунды. Но сейчас будет не так уж и просто. Так, вот это был обидный промах. Со второй попытки эстег забирает Винни. Блэйм минус Эйбл. Это 2 в 5. А это ведь одна снайперская винтовка, которая сработала просто великолепно. Так, Юрих жив, и это по-прежнему опасно. 2 в 3. Два дигла. По-прежнему АВП в руках эстега. И неужели герои умудрятся проиграть этот раунд Юрих? Еще один минус. Ну, с таким Юриком могут и действительно потащить. Здесь, кстати, проблемы большие. Уксера там очень мало ХП остается. Буквально пуля нужна от Фрайберга, что и залетает. Есть бомба здесь на точке. Есть инфа по последнему, но нет Фрайберга. Ну что же, 1 на 1. Три минуса от Юриха, два от эстега и кто кого. Тут вообще пока шансов нет просто. Ну, только клацнуть на реакцию, но это, по-моему, невозможно. Не попадает АВП, не законтролил. Вот это да, и можно продавить позицию. А что по гранатам? Нет у Юрия гранат, но может быть, вот флешечка какая-то лежит. Как все просто. Вот этот парень максимально уверенно действовал. Достал Цежерскую, даже не стал перезаряжать. А Ук и спокойно забрал последнего из героек. Ну, знаешь, 2 в 5. Ужасно сыграл эстаг с АВКом. Это тревожный звоночек. Это максимально тревожный звоночек, который говорит о том, что команда не собрана. Она разобрана по частям и разбирает ее как раз-таки Фурия. Да, конечно, мы видим, что бразильцы не идеальны. Они ошибаются, они дают поиграть своим соперникам. Но просто герои все равно больше из себя выжить не могут. Вот не хватает им чуть-чуть, банально. Хотя нет, не чуть-чуть. Так, агрессия на центре карты. Сразу три игрока команды героев пытаются сделать первый минус. Но пока что безуспешно. Юриха немного раздемажили, но на этом все. Смотри, подсадка прошла. В этот момент он и в джангл заходит, и в апдауну. Нет, нет, нет. Если он не пускает соперника, есть минус. И вновь интрикил от защиты. Тут ужасно, конечно, по проценту. И, конечно, скажем, повезло. 17% здоровья, и по-хорошему Арт должен был делать этот минус. Да, там вообще мог быть тайминг. Он мог и двоих зацепить. Он работал под флешку тиммейтов. Там все было четко нашифровано. Ну что, у нас выход на Б. Здесь Фрайберг. Но есть игрок в шарте. Кстати, сейчас там будет и на апдауне уже тоже история. Посмотрим, кто раньше. Уже прошел Юрий. Он уже в шарте. И он забрал на апдауне. Так, а как раз таки Юрих делает минус. У Адама Фрайберга проблемы. Винни ликвидирует позицию опорника Б-планта. А что с Фрайбергом? Что это было только что? Что он там на ящике танцевал? Ну, пытался занять агрессивную позицию. Но опять-таки же бразильцы не прощают. Под флешку идеально выходят. Ну и спокойно расправляются с укреплениями Б-планта. Два снайпера. Истек и Мерц. Оба в кухне. Ну, в принципе, все равно исковано. Но только ошибки от Фьюрии могут позволить героик зацепиться за победу в этом раунде. Повезло, что гранат не осталось. Сейчас бы сюда флешки как бы прилетели со смачком. И кого-нибудь точно могли бы запустить бразильцы в кухню. Дисциплина. Вот посмотри, как дисциплинированно действуют ребята из Фьюрии. Они не пытаются стреляться. Они вот агрессивны до определенного момента. Как только занята точка, как только бомба стоит, бразильцев надо искать. И это действительно сложная задача. Это правильная и саивовая игра. Именно тактики и стратегии это самое главное в контрстрайке. Даже если ваш соперник намного лучше вас стреляет, вы всегда можете его обыграть за счет хорошего тимплея. За счет хороших командных действий. Просто игре на разменах. Ну и в принципе, а если вы хорошо стреляете еще и подкованы стратегически, то тогда вы остались. Это залог успеха. Кстати, да. Хорошая ремарочка. Юрих далеко не лучший игрок вчерашнего игрового дня, но сегодня у парня все получается. Юрий Сантос 16 фрагов, 4 асиста. Нет, точнее 4 смерти, по-моему, 0 асистов. Он даже не нуждается в помощи тиммейн. Хотя вот в этом году могу сказать, что Астралис будет очень тяжело. Уже все припосмотрели, привыкли, понимают, что надо работать. И я думаю, найдется та команда, которая навешает. И даже Нюк обыграет. Все к этому идет. Арта уже потеряли бразильцы, но сколько раундов мы видели, когда героикам удается сделать первый минус, но после этого раунд забирает именно Фурия. Классно. Вот от Девайса отыграл Фрайберг. Он четко, по-моему, слышал зум соперника. Арт пытался брать инициативу в свои руки, но против фармгана, конечно, не залетает. Тут не так много точек, знаешь, в защите, чтобы с фармгана сразу пойти на антрекилл. Там яма, там где-то, может быть, поджим с Б, подвал. Возможно, ковры, если соперник ошибется, там Пелос. Но, опять же, в основном это средние и дальние дистанции. И это очень важно, то, что он реализовал фармган и дал большинство. Так, что-то манному Фрайбергу остается жить считанные секунды. Проверят эту нычку или нет. Адаб отмораживается до последнего. А вот важный минус от Мерца. После Мерца могут и не прочекать, но, правда, виднее остается. Он, скорее всего, проверит этот угол. Нет, не проверят. Слишком долго отмораживался Фрайберг с проблемами, но все же Эйбла забирает. Ну, наконец-то можно поздравить команду Героик. После огромного количества раундов, которые Фурия забрал его подряд. Им удается зацепиться за раунд за сторону контртеррористов. Но все равно это очень мало. Пока 4. Я не знаю, что должна вытворять команда Героик. Это должна быть суперидеальная атака. Грубо говоря, там чуть ли не с пистолетного, не с варса нужно тащить Мерца. Отлично отыгрывает с ВП. Ну, на самом деле, вот именно Адам Фрайберг становится героем в этом раунде. Он сделал первый минус, он забрал снайпера бразильской команды. После этого грамотно спрятался, отморозился и сделал еще один минус. Полностью с тобой согласен. Идеальная игра от Шведа. Ну, букмекер все больше и больше верит в победу Фурии на карте Мираж. Скорее всего, именно эти коэффициенты нам показывают, они на победу в матче в целом. Хотя все может быть. Реально Фурия сейчас на высоте. На карте соперника за слабую сторону назовем так, потому что все-таки это выбор героик, сторона защиты. У бразильцев получается практически все. 2 в 5, раунды в меньшинстве, выходы на базу Б, экономически все, что хочешь, это работает. Ну и, конечно же, здесь то, что не срабатывает Юрих, просто шикарно. Новобранцы команды героек забирают без каких-либо шансов. Потерял при этом всего-то навсего 32% здоровья. Так, Истак там все-таки пытается как-то биться, останавливать этот выход на точку Б. Кстати, их смог может залететь. Так, Молик не туда пошел, к сожалению, для бразильцев. И, кстати, мобильность героек в этом раунде может сыграть с ними злую шутку. Бразильцы остановились, а вот героики почему-то втроем продолжают отыгрывать от позиции Б. А что они здесь делают? Мне показалось, что Истак им только что дал инфу, что, ребята, нету никого. Что, скорее всего, смотрите свои позиции, свою точку. Я думал, что он вообще сам пойдет пушить за ними, туда уже в спину обходить. Я думал, вообще полностью перестроится команда. А здесь с точностью-то наоборот. Ну, давайте смотреть. Есть апдаун, есть подсадка. Здесь чуть ли не два ствола пытались зайти. Они хотели подсадиться, но вот игрок в лифтах говорит, ребят, не надо, не надо, я буду до последнего оставаться именно здесь. Фрайберг, ну, все. По-моему, песенка для героев спеток. Фирата Юрих по минусу. Последний эстэк, один против троих в последнем раунде. Здесь даже сейвить нет смысла. Да, надо идти и тащить. Единственная проблема, вот постоянно в конце раунда у бразильцев нет гранат. Вот я заметил не первый раз. Вот как-то вот... Ну, знаешь, я тебе скажу... Это из-за интрикилов героек, кто за один набор падает. Лучше, когда у тебя нет гранат в конце раунда, чем ты умираешь с полным паком гранат. Да, это точно. Бразильцы четко распоряжаются как раз-таки этим аспектом. Так, эстак, 1-2 подбирает калаш. Все-таки давайте вернемся в углу. Сразу же молик потушить нужно. 73. Нет, 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 даже не чекает. Позиционочка от фурии была просто шикарна. Доминация, абсолютная доминация в первой половине со стороны бразильского коллектива. Однозначно, герой это товарищ Юри Сантос. Он действительно хороший КД. Кстати, у него три. За каждую смерть он забирает троих игроков команды героек. И это очень хороший показатель. Чего не хватило датчанам, я даже не знаю. Тут равное количество фрагов, если я не ошибаюсь. У Истага, Мерца и в сумме, и у трех остальных игроков. То есть я у героек увидел два АВП. Вот все, что я увидел в этой защите, это два АВП. К сожалению, остальные ребята их просто перестреливали. Вот знаешь, вчера мы еще неоднократно отмечали Блэйма. Вот моментами он зажигал на втором бедасте. Он выглядел органично. Он выглядел как энтрифрагер, как человек, который должен был усилить огневую мощь команды героек. Но вот сегодня он как-то посредственно смотрится на фоне бразильского коллектива «Фурия». Бразильцы действительно мощно стреляют и Блэйма перестреливают. Ему максимум дают сделать один минус. Видно, что команда на буткемпе. Видно, что перед мажором. И это не топовый коллектив. Здесь, опять же, с другой стороны видно, что есть слабые места. Их тоже можно обыгрывать. Но как же тяжело герои. Как эти бразильцы их душат пока что на первой карте. Но, возможно, это такая была первая половина. И сейчас мы увидим какой-нибудь камбэк невероятный от датчан и шведа. Но согласитесь, пока что больше верится в то, что бразильцы сейчас, наверное, прихлопнуты. Особенно, если заберут первые два раунда. Ну что же, пистолеточка для бразильцев за сторону контртеррористов. Героики под раскидку вскрывают позиции Апунта. Есть первый минус от Юриха. Забрал Эстега. Размен будет или нет? Наконец-то. Адаму Фрайбергу Юриха удается забрать. Задавили просто его блоками. Но, правда, неплохо разменялся Арт. Хорошо. Мерч продавил Винни. Винни. Нужен еще один минус. Винни. Это и залетает. Винни виси. Что там дальше, я не помню. Но Буэйм последний против двоих. Бомба на руках. Времени более чем достаточно. Можно размансовать. И он это делает. Есть первый минус. Понимает, где находится последний игрок команды Фьюри. Но, понимая свое позиционное преимущество, не рискнул стреляться. Хорошо играет Арт. Моментально практически пошел за соперником. Понимая, что у него полное преимущество. И, скорее всего, он будет играть просто и полетит на точку Б. Сейчас БК. Вот, все. Это то, что ему нужно было игроку защиты. Услушать. Бомб has been planted. Кстати, блок в руках против красного соперника. Это действительно хорошее решение. Но какой выстрел от Буэйма. Тут, на самом-то деле, доля секунды. Смотрел бы игрок из Бразилии налево на дверь. Возможно, бы и он бы поставил такой хэдшот. Но Буэйм. Красавчик. Ну и пока что первый шаг сделан, если датчане. Знаешь, как только подзадорили мы бой, мы говорили, что не получалось у него стрелять в первой половине, что делал максимум один минус, после этого получал размен, то здесь сразу три минуса в пистолетном раунде. Три важнейших раунда для команды героек. Проиграв эту пистолетку, с большой вероятностью датчане лишались абсолютно всех шансов на победу на своем пике. Теперь вспоминаем вчерашний день. Бразильцы тоже не идеальны, снайпер тоже не всегда там хорошо отрабатывал, он же капитан арта. И, ну, может быть, получится у героек, а, как думаешь? Ну, шансы есть. Шансы есть. И почему бы этого не повторить? Сегодня мы видели парочку попыток камбэков. Ну, вот это все было в исполнении Гамбита и не очень убедительно. Возможно, у героек это получится. Итак, начало положено. Арт уже в таверне. Минус достается Ассилия. Ну, не торопятся в этом раунде ребята из героек. И медленно, но уверенно проходят этап за этапом оборону команды Фурия. Да, непростой будет следующий раунд для бразильцев. Хотя, в принципе... Ну, кстати, решили, что будут закупаться. Да, 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 учитывая счет. Ну, посмотрим, конечно, что будут делать героек. Возможно, и оставят эти фармганы. Ну, знаешь, очень скользкий, обманчивый счет. Вроде бы 1 на 4 проиграл пистолетный раунд. Следующий экономически проиграл еще оружейку. И ты уже все очень у тебя близко и неоднозначно. Итак, чистый раунд для героек. Никого не потеряли. Единственное, что просело, это здоровье парня под ником Мерц. Там минус 19, по-моему, было. Ну, а дальше все было на изичах. Так, остаются на своих девайсах парни. Два юмпика, три ауга, снайперская винтовка без армора. И последнее решение от Эйбла. М-ка, дым и тяжелый армор. Не так много гранат, но, в принципе, учитывая АВП, возможно, смогут где-то пикнуть агрессивно. Сыграть, что уже, кстати, происходит. Посмотрите, там арт выпадает на центр. Но мы видим, что... Так, а неужели это аркад БАЗБ? В принципе, там спокойно. Да не похоже. Задымили. Никто не выходит. А вот и пошел контактный выход. Быстрый раунд. Пока что работает. Сирата, герой вчерашнего дня. Два минуса есть. Будет ли третий? Нет. Мерц сделать этого не дает. Дальше, как по ноткам, Адам Фрайберг пропустил арта и спокойно забрал его в спину. Ну что же, есть поджим с бэковров. Возможно, сейчас как-то Юрий зажжет. Как же, в смоук забирают Эйбла. Но отличная игра от Мерца. И здесь уже, да, намного все сложнее. Вообще, абсолютно логичное решение от команды героев. У них три фармгана. Так, они говорят, ребят, давайте все, раскидка Б, вышли ближние дистанции. Да, контактный выход, это то, что нужно было героик. И это сработало просто идеально. Ну вот вопросы к опорникам Бепланта. К Сирата, конечно, молодец. Он сделал все, что от него зависело. А вот парень, которого вскрыли в первую очередь, по-моему, это был Эйбл. Или... по-моему, это был Эйбл. Ну что же, друзья. Ну, тем не менее, восьмой, даже девятый заберут героек. Но, тем не менее, у бразильцев будет все равно преимущество по счету. Они уже увидят парочку наработок от датчан. Ну и уже пойдет вторая половина. Второй половины, в которой вот как раз, возможно, мы увидим сразу два АВП и так далее и тому подобное. Вот, кстати, тот сценарий, о котором мы говорили. Проигранный первый пистолетный, проигранный экономический, проигранный оружейный раунд. И вот тебе герои, которые, ну, в шаге от того, чтобы сравнять счет на карте Мираж. Кстати, вот в атаке все равно как-то датчане поприятнее смотрятся. Тут уже и тимплейчик, и синхронные выходы начинаются. И да, конечно, это все против пистолетов. Но пока, мне кажется, что им удобнее атаковать. В защите как-то вот более замкнуто выглядела команда. Ну, сегодня мы уже видели одну карту Мираж, и там тоже доминировала сторона атаки. Оба коллектива в защите чувствовали себя, ну, скажем так, неуверенно. И выиграла та команда, которая ошибалась меньше. Ну, особенно если атака хорошо начинает. Там не дает вот раскрутиться экономике обороны. То есть нету там лишних двух раундов там с двумя АВП и что-то подобное. Ну, четыре АУГа — это нынешняя мета, друзья. Что здесь говорить? Да, это мета, от которой никуда не уйти. Чатик Твича знает одну поговорку. Что с руками у тех, кто берет АУГ? Или, как говорится, с их отсутствием. Ну, знаешь, новость. Эти девайсы есть в игре, ладно. Они работают. Это самое главное. А вот и шикарное начало от арта. Ну, наконец, показал себя. Кэп дал два минуса. Теперь был уйти отсюда. Зачем вообще лезть туда? Вот все, пять в три. У вас ситуация замечательная. Поменяйте позиции и контрольте свои точки. Так, просочил Сосилиан. И, ну, знаешь, Винни этого предвидеть не сумел. Хотя должен был слышать всю эту перетяжку. Хотел сказать, куда лез Винни. Но тут уже арт в спине. В общем-то, все понятно. Бомба перед ямой. Выходит Мерц с АВИКом. Ну, конечно, кто-то еще может нарваться на один минус. Но нет, здесь уже аккуратно будет действовать ребятам. Юрих не прощает. Спрей с АУГом. Выпад на Мерца. 12-8. И, наконец-то, раунд для команды Фурия за сторону контртеррористов. Но, опять же, нужна хорошая серия. Ну, благо появился арт. Вот, наконец-то, мы увидели снайпера в действии. В агрессивных действиях. Я бы даже так сказал. Четко Зигзага сделал два первых минуса. Не побоялся. Пошел дальше. И забрал в спину третьего. Ну, что же, в принципе, все равно видно, что герои оживают потихонечку. Да, только что забрали бразильцы раунд. Но, в принципе, если им где-то повезет, буквально еще одна-две оружейки. И можно отлично выравнивать счет в этом матче. Энтри килл от Силлион. Ну, вот, продолжал агрессировать. А, наверное, в этом раунде лучше было сбавить. Итак, попытка от Винни. Да ладно, засчиталось. Все равно, казалось, уже никуда не пошел прицел. Он еще второго зацепил. Минус от Юри. И поджим от Ксирата. И бомба под контролем защиты. Это ауги. Это ауги, которые работают в агрессивной манере. Они просто идут на контактные перестрелки и выигрывают их без каких-либо шансов. По-моему, 9 из 10 киберспортсменов говорят, что ребята, там, КС Гоу Дэв. Что это такое? Это слишком легко с них стрелять. Это слишком простой девайс. Не забывайте про промокоды. Сайт vplay.tv. Вводите и участвуйте в розыгрышах наших скинов. Но по поводу аугов, да, это что-то невероятное. Хотя, знаешь, в общем-то, после того, как мы сыграли турнир по 1.6, я понял, что стрельба в КС Гоу, не знаю, в раз 100 проще. Так все здесь шикарно залетает. Это действительно можно показывать очень хороший АИ, если ты работаешь над собой, если ты живешь этой игрой, ну, и если ты хочешь стать лучшим. Ну, знаешь, вот, кстати, появление в мете этих девайсов, я имею в виду зумов, как СГшки, так и ауга, могут поменять расположение сил глобальной, ну, турнирной таблицы по Counter-Strike. Ну, как турнирной таблицы? В рейтинге. В рейтинге. Возможно, вот появление Fury, почему? Посмотри, парни просто обузят ауги, у них это получается. Команда B.I.G., которая пытается обузить ауги, и моментами у них это получается. То есть, если деньги есть, сам экономика, все там все равно закупают их. Да уже в каждом матче такое. Ну, Юрик подобрал АК-47, говорит, я сейчас САК развалю. Ну, нормально, тоже варшот одевайся. Итак, форсирована закупочка от команды героика, два тека, МАК-10, ЦЗшка и Дигл, при этом есть раскидка и постараются нам показать героик. Какой-то четкий выход на базу B. Серата засуетился здесь, МАК отошел на Фореста, уже позвал Хилпу, Винни пришел на помощь, десант не самый удачный, центр за Эйблом, и это, скорее всего, мясорубка уже для героек падает бомба. Очень простой раунд. Серата в Соляново похоронил этот выход. Ну что, последний мерц добирает его Винни, 14-й раунд забирает Fury Sports, и два раунда, два раунда остается бразильцам до победы на карте Мираж. Знаешь, я вот тоже чего еще жду, вот раз уже все юзают ауги, ну давайте скорострелки юзать, нормальный девайс. Ты имеешь в виду машинганы? Нет, ну там плетки. А, плетки? Ну... Есть несколько карт, где там трейн, опять же, например, тот же, где можно очень неплохо раскрутить этот девайс. Знаешь, тебе по-прежнему надо сделать два точных выстрела. А в смолк, если нашивать, то вообще сказка. Ну ладно, друзья, пишите свое мнение по поводу скорострелок, потому что многие пишут, что это анманерство, и проигроки не берут их. Ну, частенько берут, чтобы унижать соперников. Агрессивно продолжает действовать фурия. И в этом раунде, 23-й, запишем этот вот раунд, который геройки взяли, просто остановив агрессию со стороны бразильцев. Но деньги еще есть. В принципе, можно и засейвить эти ауги. И, учитывая экономика, которая присутствует, в принципе, со следующего раунда попытаться закончить эту встречу. Ну, с двух, конечно же, подряд. И все это вполне реально. Но, с другой стороны, вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть герои могут вернуться в игру. Но для этого мы понимаем, что сейчас нужно выбивать все, что есть у бразильцев и заставить их играть экономические раунды. И, в принципе, так можно и до допов дойти, а может быть даже выиграть матч в основное время. Но больше склоняюсь к тому, что, наверное, все-таки бразильцы смогут использовать неплохо АВП. Вновь арта. Может быть, появится второй. Ну, с большой вероятностью появится больше аугов, нежели больше снайперских винтовок. Возможно, стоит сейчас и удивить. А тому же к Сиратам, например, на АВП взять АВИК, пойти хлопнуть. Ну, опять же, как-то сегодня у него там 50 на 50 получается от обороны точки. Видимо, ну, не будет так жестко. Хотя давайте смотреть. Задумался. Тайм-аут. Тайм-аут. С большой вероятностью это пауза от бразильцев. Постараются. Да, ауг и Винни должен тоже брать ауг. Давайте, пацаны, ну... Что тут думать, Винни? Зачем что-то менять? Работает. Это то, что работает и то, что приносит победы в раундам ребята из Фурии. Либо Винни постреляет там с ВВП. Ну, скорее всего, да, будет четвертый ауг. Ну, давайте посмотрим, какое же решение примут ребятам. Какая будет расстановка. И очень важное решение от команды героек. Вот на Аплент, возможно, уже настало время переместиться и поискать свое счастье именно на этой точке. Неплохо они так начинали. Выходы были довольно интересные на Аплент. Поэтому давайте посмотрим. Что заколит сейчас тренер Лебаси Леон? Кстати, вы знаете, это старая школа и молодая школа. 4 АК 47 плюс снайперская винтовка и раскидка. Ну, и у Фурии это 4 АУГа плюс снайперская винтовка и раскидка. Кто кого? Старая или новая школа? Это, наверное, старая мета и новая мета, да? Да, да, да. Ну, кто... Знаешь, такое ощущение, что героики давят ту самую линию. Смогут ли? Ну, сейчас просто наконец-то бразильцы решили не пушить центр. Они играют аккуратно. Они наконец-то осознали, зачем нам бежать. Героики нас ждут. Пускай теперь потратят огромное количество времени, дожидаясь нашей агрессии. А только после этого мы будем уже показывать нашу идеальную защиту. Ну, видимо, тренер Николас, да, сейчас как раз и сказал. Ребята, все, давайте вот спокойненько сейчас просто помаринуем их. Вот сыграем пассивный диффенс. И они сами найдут и наступят на ваши прицелы. Ну, правда, вот интересно, как арт будет сейчас. В принципе, нет, все понятно, как будет арт. Он может и со второго этажа, и коннектор, и яму, но... Сплит-выход в исполнении героек. Три в коннекторе, яма и ковры. Ну, и попытка выйти контактом против Юрика. Это не работает. Он еще и перезумелся там. Ну что, весенка героек спета в этом раунде. Последний осилен против четверых сотых соперников. Ну, даже с одним не справляется. 15-9, 6 маппоинтов для фурии и спортс на карте Мираж. Ну, а вот у героек, кстати, с экономикой все в порядке. За счет того, что в прошлом раунде выжили все в пятером, по-прежнему шансы остаются. Будет бай, но это уже 6 раундов подряд для героек. И это, конечно же, уже не так просто. Потому что у защиты, ой, там 7000, остается 2800, 2700, 4750. И только у Юрия не хватает экономики. Но, в принципе, тут, конечно, оружей будет нормально. Две точно. И, конечно же, все это переворачивать будет не так уж и просто. Мы видим, что бразильцы действительно в форме. У Юрия сегодня залетает. Вот прорекламировали его лишний раз. Сказали, что этот парень очень хорош по показателям. Ну, и все-таки цифры не ошибаются. Он действительно... Главное, что он на деле подтвердил, что не просто так он находится в топчике. Сразу же после Зиву. Который сейчас просто у всех на слуху. После последних матчей, выступлений просто все говорят о нем. В том-то и дело, что про Зиву знают все уже, да? А вот про Юрия, наверное, слышат многие впервые. Ну, знают на мажоре, я думаю. Итак, Арта. Опять-таки же агрессия на зигзаге. На этот раз пробрался Адам Фрайберг. И с подъемчика спокойно снайпера команды «Фурия Спорт» забирает. Правда, размен от Юрия последовал «Молниенос». Выход на точку А. Уже поджался шорт. Уже перетяжка идет с Б-плента у ребят из «Фурии». Ну, и тут Юрий попытается найти свой фраг. Что он и делает. Выпад из смоков. Правда, размен пошел. Нет. Там Юрий уже забрался. Три минусового исполнения. И квадрокил от Юрия Сантоса. И он, по сути, в одиночку закрывает последний раунд для бразильской пятерки.